Добрый день! Меня зовут Станислав Вараксин, я сооснователь и генеральный директор компании TEXPOLIMER. В этом ролике мои коллеги расскажут о себе, о том, какие задачи они решают в компании, и из чего состоит их рабочий день. Поехали! Отдел продаж – основной двигатель успешной работы компании, особенно это важно для компании-производителя. Для специалистов отдела продаж важно находить взаимопонимание с клиентом в вопросах выбора продукции, которая полностью удовлетворит их требования. Меня зовут Елена, я работаю специалистом отдела продаж компании TEXPOLIMER. В компании работаю с первого года ее основания. Профессиональное консультирование по выбору материалов, технологии производства, описание технических характеристик товара – вот моя главная задача. В работе я ориентируюсь на внимательность, заботу и чуткое отношение к каждому заказчику. Добрый день! Меня зовут Марина, я менеджер отдела привлечения компании TEXPOLIMER. С нашего отдела начинается знакомство клиентов с компанией, консультирование и информирование о новинках компаний, поиск и привлечение новых клиентов к сотрудничеству – моя главная задача. Для меня очень важно, чтобы люди, с которыми мы общаемся в учреждениях здравоохранения и социальной сферы, с первого контакта увидели в нас помощников и партнеров, которым можно доверять. Мы всегда доброжелательны и отзывчивы, и прежде чем сделать какое-либо предложение, выясняем все пожелания заказчика по интересующей его продукции. Добрый день! Я Анна. В компании работаю более четырех лет менеджером отдела сопровождения. Связующим звеном между всеми отделами нашей компании являемся мы – отдел сопровождения. Мои основные задачи – это документальное сопровождение каждого заказа, к которому относятся такие документы, как коммерческие предложения, договоры и бухгалтерские документы. Поиск наиболее выгодного и быстрого транспорта для организации доставки товара нашим заказчикам. Ведь для нас важно, чтобы каждый клиент, работающий с нашей компанией, оставался доволен логистикой. Всем привет! Меня зовут Антон, и я работаю менеджером тендерного отдела в компании «Текст Полимер» больше года. Менеджер по тендерам – это сложная профессия, которая требует постоянного развития. Цель тендерного подразделения – это обеспечить стабильное участие компании в закупках, наладить тендерные продажи, выстроить работу с заказчиками и контролирующими органами. Задачи, выполнением которых занимается тендерный отдел – это поиски и отбор профильных закупок, изучение документов закупки технического задания, подготовка заявок, участие в закупках подписания контрактов и дополнительных соглашений. Очень важно проверять ситуацию по текущим тендерам на всех этапах сделки – от изменения извещений со стороны заказчика до исполнения контракта и получения оплаты. Я считаю, что специалисту тендерного отдела необходимо ежедневно поддерживать свою квалификацию на высоком уровне, изучать справочно-правовые системы, блоги экспертов, а также посещать форумы специалистов по закупкам, читать журналы о госзаказе, участвовать в официальных мероприятиях. Добрый день! Я коммерческий директор компании «Текс.Полимер» Рожнев Игорь Сергеевич. Я занимаюсь организацией и оптимизацией бизнес-процессов коммерческой деятельности нашей компании, разработкой и настройкой алгоритмов работы CRM-системы компании, участвую в проведении собеседований на открытые компании и вакансии, организую и провожу обучение вновь принятых и действующих сотрудников отделов, провожу еженедельные и ежемесячные планерки и встречи с сотрудниками, на которых мы подводим итоги и ставим задачи на следующий период. Контролирую соблюдение сотрудниками регламентов деятельности коммерческой службы компании, взаимодействую с руководителями подразделений для организации слаженной и эффективной работы всей компании в целом. Добрый день! Меня зовут Ольга. В компании «Текст Полимер» я работаю около 12 лет по профессии закройщик. В мои обязанности входит раскрой ткани по готовым лекалам. Также я должна обеспечить точное соответствие деталей по площади и контуру, по комплектности и парности кроя. Считаю, что тут нужен особый контроль и внимательность. Найти любимую работу очень сложно, и я ее нашла. Считаю, что моя работа очень ценится в компании и помогает людям. Добрый день! Я Анна. В этом году исполнилось 10 лет, как я работаю в компании «Текст Полимер». Моя профессия – швея. Своей профессией я горжусь. В нашей компании очень большой ассортимент изделий, и любое изделие я могу быстро и качественно отшить. Для того, чтобы выполнить работу быстро и качественно, нужно сшить не один десяток изделий. Думаю, что выпущенная нами продукция, как и прежде, будет радовать покупателя. Добрый день! Меня зовут Иван. В компании «Текст Полимер» 3 года я работаю комплектовщиком. Я формирую заказы для их дальнейшей отгрузки. При комплектовании готовой продукции необходимы знания не только упаковки, но и всего выпускаемого ассортимента. Моя работа ответственная, так как при упаковке необходимо обеспечить целостность и сохранность товара. Для нас не менее важно, каким он прибудет к заказчику. Я знаю, что результат труда комплектовщика очень ценен для нашей компании. Добрый день! Меня зовут Ирина Васильевна. В компании «Текст Полимер» я работаю в должности технолога-конструктора 3 года. Я занимаюсь разработкой и запуском новых изделий в производство, построением лекал и описанием технологических процессов труда. Моя профессия увлекательная и творческая. Приятно видеть, как из ничего получается что-то очень нужное и важно для наших покупателей. Я надеюсь, что своими знаниями и умениями приношу пользу компании и добро людям. Добрый день! Меня зовут Светлана. В компании «Текст Полимер» я работаю с самого начала ее основания. За это время я приобрела большой опыт как в раскрое, так и в пошиве наших изделий любой сложности. С 2020 года я также исполняю обязанности бригадира швейного участка. Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу производства, я веду учет прихода и расхода материалов и фурнитуры. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. А еще добавлю, у нас очень дружный и сплоченный коллектив, поэтому на работу я прихожу с большим удовольствием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!